всем привет дорогие друзья с вами рубен и я продолжаю записывать вторую часть индюра скажу вам что первую часть я уже поставил заливаться но когда будет вот я не знаю 3-4 часа поэтому извиняйте как минимум а может и 5 часов в общем это фигня будет заливаться 11 гигабайт поэтому давайте не терять время и сразу продолжим катать так что у нас тут есть валом и лондоне 10000 я думаю мы возьмем блин это ж ой господи что я на сделал вообще давайте вот так сделаю для перестра подстраховки друзья мои я совсем забыл ведь эта фигня же не дрифтуется ладно постараемся что-то выкинуть надеюсь получится 10 лондон вроде неплохая трасса для дрифта зуба им и мазарате это где-то 26 какой-то с будьте очень осторожны я уже говорил первой части по 2 сразу же вот именно эта машинка не дрифтуется для как надо сразу заходить дрифт потому что вот 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 из-за этого вот эти главный все неплохо не катастрофично так так неплохо неплохо пока что я все сделал план да то есть принципе проходимый можно даже вот но если у вас хорошая прокачка если ее нету то будет трудновато немножко если даже не газовать именно на метро ехать возможно и успеешь но кто знает пачка вроде кажется легко но в общем с мазарате не сравнить конечно мазарате видели на последней секунде я взял 10000 сам удивлен как получилось то первую часть смотрел надеюсь она хотя бы сегодня сегодня зальется я извиняюсь вторая часть быть через день потому что это не от меня зависит от именно того насколько быстро будет загружаться видео контент на канал сожалению возможно в этом виноват немножко мой роутер потому что у нас подключена два компа с роутера еще один комп подключен к основному вот этому устройство от и над провайдера это уже третий комп он отдельно подключен у него конечно и над получше вот так вот то есть дома 3 компа стоит и в данном случае иногда роутеру возможно новенький надо купить не знаю когда я покупал никого или что он очень хорош поэтому я взял хорош но сожалению чё-то у меня последнее время подводит а это седьмое небо я вот хотел вспомнить что за трасса помнил что седьмое значит поехали по туннельчику так вот и все легко и просто легкое задание можете спокойно брать и не париться смотрите до сих пор мне не попался 9фф и комарик и импала до 3 машинки мне ни разу не попали дружина на и это очень важный фактор потому что если примеру ты знаешь что вот эти три машины не будут то можно смело качать остальное и на риск пройти сразу все если конечно до конца они мне не попадут в чем я сильно сомневаюсь пока что но посмотрим вот шевролет шевролет асс это не то удавать мираж вроде лаги пропали после того как загрузил но я еще и качаю смотрите до сих пор я поставил на загрузку меня 0 процента представляете или это 0 из 1 не знаю возможно 0 из 1 посмотрю я после иногда буду нажимать на паузу смотреть сколько там грузится еще там вообще показывает здесь это видео будет короче думаю наверное все таки не делать три части следующие разы потому что не потому что вот просмотрами все такой нет а друзья мои больше из-за того чтобы загрузка загружалась здесь бы я сделал две части то уверяю вас быстрее бы загрузилась хотя бы одна часть через часок-два было бы уже в обороте и было бы получше не знаю в общем сегодня я вот 8 мая я работал день хорош и отличный день я бы сказал есть дни которые вот нам тебе везет все время я бы сказал что это такой хороший день для меня по крайней мере и не только в игре и в работе тоже так 33 гранд спорт но выбираем это понятно ковет совсем американские тачки у нас только один пульса гольф вот кроме этого вроде все американское или не 9ff тоже я не знаю ну там может быть дизайнерской компании с америке не знаю а тут американские жеребцы всякие но пока что им полу зря я провогнал а мне ни разу не попалась меня вот конечно тот скринчик с интересует когда же вот которым был 9ff нарисован знает мультизаезд что-то мало верится чтобы о блин ли это чё было вообще фиг вот это багануло так стоп это надеюсь не выбивание не это вроде на время бля так парни начали серьезно катать тут нам проигрывать нельзя не хочу себе день портить и сгладить себя вот это чё зовут да ладно падай 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 на ру фух пронесло так они я не знаю успею ли я болен тут гонка на время поэтому мне все равно я не успею вот так вот завалил гонку первую да что за фигня такая как сказал день везучий да там с ботом надо было сразу вот такая вот фигня ладно давайте платить не я блин заново пройти ха ха я теперь не знаю что делать друзья мои я взять ему заново конечно скажете что я немножко ох ну чё поделать потому что мне надо показать как эту фигню пройти видели как сволочь баганула то блять ладно давайте друзья повторимся да не очень хоро неприятно конечно но я еще плюсе 300 жетона потому что за индюра дают 600 поэтому если даже затащу меня быть плюс еще му машинки думаю будет но в общем пока что есть место но сложный тест и макс про только я не думаю что без макс про тут что-то делать надо я мог конечно рискнуть я знаете что самое я не рискнул сделать велич вот не знаю почему в машинке дарифт плохой возможно из-за этого я не не вот но вы заметили бот ехал именно ладно давайте серьезно катайтесь тут говорится просто меня так нас в следующем трампе баганула вот фиг если мне баганула тут я бы легко пролетел там сколько секунд я летел блин как же был обидно сейчас посмотрим поехали 50 секунд тут нет рака нету поэтому можно прижимать спокойно к стенке да тут максимум на одну аварию друзья мои если смог про машинкой максимум на 1 2 вы не затащить это после надо чистенько катнуть если с гличом возможно 2 но только в том случае если вы очень чистого мне к сожалению было два косяка 2 был на трамплине вы его не было я бы затащил ладно чё поделаешь не будем порт тебе настроение день хороший все супер мы затащим и не важно что немножко в общем сами поняли что заново 300 за прохождение 250 гениально это гениально вот за провал 300 жетонов они вот настолько подняли цену с каждым разом все круче и круче наши вот я за мостлер который затащил заплатил пять дней точек чтобы там сколько и 34 дня было чтобы за раз потратиться блин ну это ради видоса то ну в общем так я уже ну не знаю тут вы говорили не надо кубков писать много многие жаловались там типа гектор копируешь что-то но кубки все пишут поэтому я решил забросить это дело теперь я заметил что вот наоборот просит обратно уже не знаю что делать в этом вопросе думаю она опять буду писать не все кубки но частично сожалению уже миксос пока что как говорится испортили ему управление сейчас клапана и нельзя настраивать через кнопки там чувствительно стопроцентно не поставить управление это плохо но я жду конечно видео карту своих rx 580 доказал что когда прилетит не знаю как она отразится на компе на таймере и все таком я взял 8 гиговую гейминг версию чтобы сузуни было проблем возможно поможет ней при монтаже крайней мере помощнее наверное будет на и 960 4x не сильно мощнее но там мозу маловато там всего 2 гига я тогда это покупал немножко лоханулся я не был опытом в этом деле сейчас я по опыт не начал когда видосы делать все такое я начал опыт набираться и уже вот так вот учусь да да он конечно для больше для раме старыми xos работать видосы пилить на нем так но тут берем нокдауны разбить и побольше тачки вот радует что нету конкретного количества просто надо бота победить это конечно хорошо я вот думаю вася взять и только бота и ног идет бота но как не давать ему кого-то нокоть интересная тактика конечно посмотреть что что выйдет давай 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 тормозим ждем проезжайте друзья мои проезжайте я вам но все равно надо бота победить а не вас тормозим пусть проезжают давайте давайте проезжайте где там они да сейчас будет подъедет вот давайте ботом за ногами по новой тактике или это был не бот я не знаю в кого я за но получим неплохо так выходит развлекаюсь да какой-то легкий берите нокдаун если вы не боитесь нокдауна вон легкий достаточно но не газуйте сильно спокойно 13 уже видите сразу этого бота можно вот держать на к коротком поводке не давать ему ноготь а то как только даешь видите как он агрессивно начинает поднимать на количество нокдаунов если держаться близко и его нокдаунить то он вообще ничего не сделает вот так вот но мы легко прошли то как-то очень агрессивно набирает количество нокдаунов так показываю вот впервые в этой части наш прокачку нашу давайте покажу второй части вот у нас 5050 и профу вот так мы будем проходить посмотрим 60 тысяч очков вроде да надо такая вот система не знаю а вдруг получится вторая часть его за минут сорок а первая часть но принципе первая часть важнее потому что она больше не на ленов ячков а вся суть именно на этом я считаю вот это будет лучше это драконьево дерево неплохо так не рискуем не делаем бочек не запилилась вот тут я должен был добавить это моя ошибка я думаю это машинка будет популярна в сети учитывая управление учитывая максимальную скорость она не 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 потай 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 блин фух пронесло друзья мои меня телепортнуло бы знаете куда назад назад до начального трампа блин я один раз так промазал очень хорошо знаю что бы там было я бы реально проиграл гонку вот так вот повезло повезло реально будьте осторожны там эта фигня лучше прыгайте вниз и продолжать по длинной постарайтесь вот так в аварию старайтесь там не попадать это получить бонусы давайте до следующей гонке так мазерати гольф что же выбрать я выберу дубай реверс бай реверс всегда легко по крайней мере с учетом трампа 58 секунд я думаю должны пройти учитывая тот факт что за 46 секунд проходится на маке на этом там она маке 675 лт без плюха мы у нас тут плюхи конечно там скорость повыше максималку поэтому все учитывая я думаю мы пройдем без проблем так вот такие вот расчеты делаем так давай мне еще обманчика и еще так не мешайся немножко высоковато берем чтобы спокойно пройти и осторожно тут видите вот стоял вот можете спокойно вот так проехать друзья мои как она маке в старой версии когда вот без вот вот без трафики земель катали смотрите видите достаточно легко на одну аварию вас есть возможность неполной прокачки тоже можно пройти но реально этот эндюра мне кажется будет сложновато для многих игроков корвет тест вы заметили там осторожно тут уже мало дает шансов на ошибку конечно корветом я реально обложу так c3 чтобы выбрать но выбивание или я выберу этот раз скажите почему она длиннее но тут один круг там я буду 2 фигачить уверяю вас потому что там выбивание и будет медленно время проходить я два круга успею я думаю два круга засекречена длиннее чем один круг 375 поэтому выбор идет на это и так и поехали спокойненько так два ногдауна отлично в этой машинке 486 скорость да я даже не помню она max pro наверно так сейчас я сделаю фичу который мне очень всегда нравится сделать и все и спокойно едем до финиша далек с проходной как говорится до по части отделился эмоциями о том как я выиграл красить и так далее потому что первой части не было таких напряженных моментов во второй части уже то стали посерьезнее и сожалению как вы видели я один провалил ну что поделаешь бывает да там баганула на кочке ну там не . фиг знает очень потом отскочил и врезался в автобус так очередной тестик что же выбираем ну тут у нас выбора нету поехали слалом делать надеемся затащим люблю я эти словами но счет они с ними переборщили в этом эндиора очень много их и она здесь тут без проблем пройдем уже 23 минуты у нас роковой тест и нас еще о его и миша я думаю все-таки надо было пилить три части по часу потому что получится свой как но долго и эти части пока загружится в общем загрузится и не правильно произнесло вот тут хорошая машинка по дрифту вроде когда и по я этой машинке не катаю практически но она неплохая да мы тут одну пропустили это очень плохо может потом не хватить блин так газуем на полной только пять тысяч еще собрал так отлично не баганул у меня на этой кочке но и трейсов попробую вот до тестик не из легких и обязательно надо иметь хорошую машинку особенно макс прокая макс скорость начать поскольку да друзья мои вас ждет нелегкая эндиора я думаю потому что все тесты там мало прав на обшивку тут аварию попади и все и конец или пропусти парочку вот этих вот колец полу колец и все конец арк да вот так так если проходные тесты вроде этого смотрите тут же тоже машинка и можно барсереверс есть и проходные тесты но я моя цель показать более сложный тест чтобы старались их избегать вот то то есть слаломы старайтесь избегать они сложные если есть возможно есть парочка слаломов там в лондоне было не трудно особо которые легкие но вот дубай реверс мазерати напомню я напоминаю еще раз фолькс тоже если он у вас не макс про советую не брать этот слалом то есть друзья мои бейте то что можно идти пройти так посмотрим что дальше будет блин а вот это я завалил конечно еще раз завалил да вот там я просто не заметил откуда бот вылетает мне казалось он по раньше должен был выезжать на машинке скорость пониже зависит какая скорость и машин я от этого и зависит где будет бот приблизительно поэтому я чутка там ошибся и уже конец конечно завалил мост я пролетел классно просто суперски можно сказать на самой грани просто так 41 тест долой нитро мираж а я выберу мираж мне нравится мираж что а блин не туда нажал и поехали знаете в эту машинку и с ее тестом я уже влюбился потому что они достаточно легкие покажет шевролета сас выдает самый наверное лучший тест для прохождения знаю кому как но мне эта машинка в данном индиоре вообще самое 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 она лучшее и самое приятное легче на ней тест проходить по крайней мере так поехали два близких обгона блин забыл не взял там интересно а тут есть баночки это да ой блин ошибся ну вот и такие слабенькие что тут конечно если у вас машинка есть и она у вас хотя бы немножко про прокачано спокойно берите этот тест и не партии но заранее говорю эндиора будет сложно мои друзья мои новички к сожалению можно некоторые не смогут затащить он что 30 тестов чтобы дать 12-13 тысяч очков это конечно не знаю так было всегда вроде два с чем-то было за это возможно я ошибаюсь я точно не могу сказать но тут 60 тысяч очков поэтому этот фактор тоже учитывать надо поменьше вроде 75 было поэтому возможно с этим и связан так впервые у нас импала друзья мои импала выходит в свет привет импала ну что ж давай у тебя впервые на тебе я катнул себя на аккаунте нет у тебя у меня но мне даже радостно что импала есть в этом эндиора потому что мне больше детальки д-класса держать не нужно я могу их чертовой матери все продать все что было у меня и держать склад от них свободным потому что я вот держал ради импалы который собирался прокачать но в данном случае мне это уже не нужно вот такая вот радость потому что я про ей прокачал уже она у меня макс про а почему она так мало ездит а блин она же у меня по умолчанию стоит вот оно что я совсем забыл друзья мои учитывайте этот фактор что машинка едет медленнее потому что у нее или тюнинг по умолчанию а надо ставить макс скорость и нитро до максимума чтобы выжать из нее максимум то есть если мне попадется тест на время я могу его и завалить из-за того что максималка низкая а у нее она где-то триста семьдесят с чем-то три или что-то в этом роде и когда ее выпустили надеялся что эта машинка она будет флагманом или что-то в этом роде это пока потом когда уже потестил понял что это шлак просто шлак но не в обиду фанатам я не смотрел этот сериал может быть когда-нибудь посмотрю не в обиду фанатам конечно я не люблю мистические такие сериалы мне больше нравятся технологические фантастики так и вот у нас очередная катка дубай ну асы тесты они относительно сложные и но асы они относительно вообще фиговые легкие просто не слов дубай выдавать на этой машинке а давайте мы вот так катнем знаете это неправильный путь а вот тут уже интересно вот начал резко убегать от меня но мне надо поворот запилиться тут самое главное вот этот поворот попасть друзья мои попали в него я думаю считайте что вы а он как едет опа бот едет через трамп друзья не глупый бот да уже потруднее и это это предпредпроследний или как там три секунды всего вот интересно смогу ли я с 5050 пройти все таки хватит ли или в нужно макс про обязательно вот не хотелось бы макс про друзья мои итак берем очередное и давайте тащить так безупречно элитка я тебя не возьму конечно пришли брать седьмое небо да гениально просто поставить элитку да еще и безупречно так говорят друг не бери меня не бери и вот так можно охарактеризовать данный тест как говорится ну несмотря на пассивность со стороны видосов не так много кубков и все такое я писал после все равно как вы замечаете все эндюра рд и все такое я не забывал и традицию не нарушал да вот так вот и поэтому друзья мои и далее я наверное буду по крайней мере пока я играю в эту игрушку я буду писать обязательно эндюра эрд все в группе ждут меня вконтакте то есть мои видосы да есть люди которые я думал о варе которые тоже уже начали писать видосы делают их и возможно даже лучше меня я вот хотел посоветовать вам канал досла он очень хорош особенно для новичков игр он отлично делает монтаж он отлично делает монтаж объясняет нюансы конечно есть некоторые факторы с которыми я вот пишу свои замечания под его видосами или в общем да постараюсь помочь его не в том смысле что обязательно хочу что там найти а просто хочу помочь человеку потому что он делает отличное видео для новичков вот к обработка кочка которую называет перегазовкой он очень классно вот на монтаже показывает бонусы плюсы и так далее так ну тут конечно без варианта выбираем начались безупречные уже я думаю будет жарко друзья мои такого сложного эндюра я вроде как и не припомню возможно астон мартин что-то такое но мне кажется придется попотеть вам если хотите машинку ну такую машинку говорится вряд ли бы они задаром отдали нам если прошлый эндюра был достаточно халявным ну давайте покажу как я научился на ниссане гтр катать монако реверс на нормальной машинке конечно дрифт немножко не знаю я сейчас после первой змейки попробую сориентироваться видите это называется двойной давай блин вот сейчас начну дружать надо провалил одну змейку да но это из за того что я просто дрифт не знал какая дрифта машин чтобы сориентироваться так ох классненько проехал через всех ботов офигенно что-то какой-то беспорядок немножко ботов вроде как должно приблизительно как у ниссана вылетать но так поехали вот и все гоночку затащили мусор собрали и нам надо первое место да да отлично вот и все друзья мои мы спокойно затащили очередную легкую гоночку и тут у нас проблема синхронизации так друзья я нажму на паузу и жду синхронизации я забыл перезагрузиться после бота если это будет так 300 жетона блин не хочу я тратить еще 300 ждем друзья блин давай синхронизации надеюсь мой инет в порядке и проблем с инетом так ошибка 50004 все друзья мои я сейчас быстренько перезагружу игру это не мой инет это просто игра и после продолжим и так друзья я перезагрузился корвет гранспорт импала но я не знаю давайте выбираем импалу и безупречно постараюсь не разбиться что поделаешь я не хочу просто я мог бы взять гранспорт я поступил немудро мог бы потом починить вот из-за ленивости посмотреть пару рекламок на втором устройстве на телефоне своем меня но все таки заставили меня взять этот тест но я постараюсь его не завалить в принципе я должен его спокойно катнуть и пройти главное тут вот тут вот бота пройти так отлично это же все таки Вестминистерский мост тут не должно быть никаких проблем господи сказал и сделал себе проблемы друзья да давайте заново гениально 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 с моей стороны просто гениально я сказал я понял что не залечу на трамп потому что по радиусу я четко катал не по так как надо можно было спокойно ехать под и потом дрифтовать вообще на трамплине заезжать блять ну нафига я туда полез знал что вот по радиусу машинка тугая она блин и по радиусу не залетал и заметил и все равно полез да что то я себе настроение порчу на второй половине дня ладно давайте тащить ну что поделаешь 300 жетончиков теперь я уже ничего с этого эндюра иметь не буду кроме как машинку 600 жетонов мог бы заработать но что не сделаешь ради вот так вижу что вот по радиусу я залетаю а там я прочувствовал уже по опыту и вот даже тут они насильно отстают и мне не нужно было я мог даже не залетать на этот трамплин вот я злюсь на свои же ошибки это не баг это моя глупейшая ошибка и тут даже тут даже тут даже трафика нету блин да тут ничего нету это же фигня была это все пройти вы представляете я бы ну просто с легкостью прошел бы этот тест блин ну ну ладно злюсь на себя друзья мои не берите этот долбанный тест он несложный честно говоря но если у вас не макс про конечно импалы и правильная прокачка если не по акс про но скорость 3050 хотя бы есть можно брать но все равно не рискуйте опять безупречно они что издеваются ты нафига вам блин поехали они издеваются реально вот спецом ставят вторую машинку типа или чините или я через сложные пройду если даже 1300 потеряем ничего фигня пройдем как-нибудь но я буду очень осторожно катать даже больше буду катать перестраховываться по длинной дороге возможно проедусь не буду рисковать в общем давайте поехали давай рубан не попадай в аварии так так мне не нужно то я вот так поеду видеть чуть было не багануло меня блин эта машинка просто нечто нечто которое вообще не управляется я поеду по длинной дороге кто бы чё не говорил но я попробую вот так затащить чтобы не париться все равно по времени если у вас ой блин повезло так все затащили ура ура вот такие вот пешабашные тесты я беру да все синхронизации в порядке и вот безупречно безу не парни это самый сложный эндюро я четко уже понял несмотря и по количеству вот провалов 300 жетоновые все остальное все голосовали мы хватим эндюро они сделали легчайшие рд на рд никто не голосовал помните было голосование сделали легчайшие рд конечно можно поменять тест но я не имею права менять тест поэтому или имею право я даже не знаю давать тебе такое право или нет так но можно поменять тестик вот пример если бы я поменял у меня было бы по крайней мере ну корвет я конечно сам не сам а из-за бага там я не мог предположить но вот импалу я мог спокойно сменить тест и у меня было затрата в 325 а сейчас 600 как будто я спецом пошел тратить жетончики ладно ничего еще 10 жетонов я в плюсе буду если затащим есть жетон и плюс от машинки я возьму конечно интересно они исправили баг с тем что вот когда вот блин в конце вот пару сотен этот баг знаете откуда произошел когда впервые эндюро вышел тогда первый тест можно было дублировать они 50 жетонов с этого сдирали потом поняли что это фигня никому не нужна это убрали помню я даже один раз купил первый тест думал что это удвоение вот так и после но все равно система то была налажена как бы если хочешь все до конца и не проходить второй раз там пару тестов бери за 50 жетонов и они эту систему таки оставили и в итоге получилось что удвоение нету вначале но и за раз не пройти вот такая вот фича от лофтов так мне надо быть первым да легкий тест проходной очередной меняйте тесты на такие вот легкие примеру импалу и корвет не берите там рисково при том я видели как я проехал проехал по самым не рисковым путям но если макс про конечно можно и так около лондона тут даже не обсуждается такие легкие тесты было почему же мне эта фигня попал зря я не поменял то вот но на моих ошибках вот цель видео чтобы вы видели мои ошибки и их не делали вот для этого я и делаю видосик блин уже два часа разговариваю 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 уже устал и чай остыл забыл полу стакана выпил остальное осталось остыло к сожалению а дома и женщин никого нет чтобы не чай сделали самому это чё за разворот был такой столько легких тестов почему мне эта фигня в общем меняйте если это те две фигни попались меняйте видите сколько легких тестов вы сможете легко пройти эту часть облажался да за корвет не так обидно как за импалу когда вот я четко вот когда опытный игрок катает он же чувствует на трамплин как он заедет четко знал что я едет в аварию почему я глупо все равно поехал думал может пронесет там что то такое будет ладно так у нас 50 тест да это не и у нас тут а мы выберем rapido park легкая трасса chevrolet ss тут очень много легких тестов не пожалеете не скупитесь на эти 25 блять жетонов но поменяйте тест потом чтобы не жаловались как я что просрали 600 жетонов лучше 25 друзья мои вот там дам вам вот этот совет вы сами увидели там два грязных 300 импала и этот смотрите блин и корвет c3 скажу так корвет c7 там где не ехать méd sleep и падим по стене awwwww дом небом дом мы и тесты еще до но этот горы короче там как там это называется или с видом на океан в общем опять три тоже безупречный вот эти четыре теста их 100 желательно избегать друзья желательно избегать и даже тончики поменять если у вас выбора нету особенность ему смазать если вы там трамп профукаете после будет сложновато и вот у нас посмотрим что у нас тут я еще не знаю последний тест я пройду 5050 это будет реально скилловая трасса гонка потому что так у нас токио и у меня две черты были мне все равно чинить надо было какого фига я не взял тогда tokyo реверс все равно я думал у меня 2 попытки а тут оказывается чинить надо будет эту машинку ладно перед последними и нажим на паузу починю ее и после давайте посмотрим если сейчас будет очень сложно то тогда уже будет наверно макс про проходимо трафика нету это хорошо я уже не знаю так можно спокойно прямо ехать на бортиках не носит от приятно вот это не очень приятно что-то я не понял прошло то есть эта машинка мне в спину дышала в дубае а тут стало так что аж ни слуху ни духу ни фига себе я чуть не понял да еле пронесло я думал в сети будете на ней катать чё это было вообще чё-то со мной эпичное происходит давайте на бортик до бортики спокойно берет не особо заносит это приятно то есть вулканы будут в токио от этой машинки шарахаться вы посмотрите какое время я не понял дубаем 3 секунды привез а тут до дубайские сложнее чем токийские друзья мои асом и побили и вот последний бонус давайте ну чтож период за машинкой смотрим пойдем по стене великой стена ревер да без разницы чё брать я начну с этого не если меня тесты все-таки на легких можно пройти не скупитесь заранее говорю не скупитесь меняйте тесты за 25 жетонов в итоге вы меньше проблем себе на голову наживете так друзья моя это таскать накатнул и обязательно перезагружу игру я забыл вот надо перезагрузиться как обычно вот так вот ну задаром получу машинку можно сказать еще одну хорошенькую не я буду пробовать 5050 потому что вот после дубая реверс я сильно сомневался думал в токио меня уже этот и будет рвать я буду на грани катать но чё-то непонятное произошло я понимаю что дубай короткая трасса но там есть очень большой друзья мои риск не войти в тот знаменитый поворот вправо я не вижу где бот а это подъем по стене я забыл что обе трассы были да эта машинка выдает самые клёвые тестики фиаль пока что ни одного плохого вроде я не увидел на ней отличие от других chevrolet ss я тебя четко в этом эндюро обожаю выбирать его он очень часто встречается очень классная машинка в этом эндюро до для остальных кубка все такое машинка не слабовата но так идеальные заезды chevrolet я выбираю вот это тут даже думать не надо я пока еще 10 жетонов плюсе 10 же а блин забыл перезагрузиться бля радуюсь себя подбадриваю что здесь дает но ничего вернем же танчики в этом обновлении я в принципе под заработал сколько там общие затраты учитывая где-то пару тысяч не так много скажу вам у меня саклан скажу вот такой интересный факт такой интересный факт друзья мои собрал чисто кубков без всяких что без накруток у него чистейший аккаунт 50 тысяч шетонов с кубков он копил уже я не знаю как который месяц он копит их и не тратит него нервы не сдают он не тратит их на моторы и все такое железный чувак стас наш 50 тысяч офигеть просто и вот он сейчас собирается увеличить свой склад до максимум там два с чем-то просит но блин он копил копил вот он все эти функции делал там два жетона в рекламочку смотрел там еще 20 28 двух устроили с одного не знаю сколько там у него в общем он по чуть-чуть копил и 50 тысяч я вообще не представляю как можно иметь я не выдержу я на потрачу на что-то чувак железными нервами реально в общем красава он я скрином нам кидал я тоже глазом своим не верил как он так собирал я каждый месяц по чуть-чуть мы своими глазами видели как он это делает так что же выбрать давайте мазарайте выберем к днем еще раз этот раз пока что блин опять забыл или загрузиться бля вот такие вот дела мои друзья если хотите можете он наверное полгода наверно собирать я сколько помню его он машинки тащит и с кубков примеру он затащил все машинки сетевых кубках он обычно задротит четко это его как говорится амплуа но друзья мои в общем старается не тратить ни на что когда этом классно может возможно он если проигрывает нету пару сотен то есть 0102 средне но не более мы оба катаем на эмуляторах поэтому я знаю вот данном случае можно сравнить потому что одно и то же на это с точки зрения эмулятор и он накопил вот столько полгода где-то копит или что-то в этом роде я точно скажу спросить надо его просто офигенно хотел прыгнуть потом передумал и вот так вышло на грани ехал главное выиграли гонку сейчас перезагружусь точно я даже скажу больше я сейчас наверное починю машинку и только после вернусь как говорится видео дать починим ее или нет нет я думаю все нет не буду чинить пока что только перезагружусь и так друзья давайте продолжать я перезагрузился и плюс еще и так вперед и вот там пару минут осталось пока мы закончим от эти тесты в данном случае я думаю мы сделал себе как бы перерывчик на 5-10 минут пока смотрел рекламу на телефоне починил и теперь давайте последний спорт как говорится финишная прямая тащим и фиксировать на первой позиции окей вот эти пункты вот наконец лофт и за пару лет наконец поняли что надо писать все таки ой блин х видите мне засчитали выход с круга они аварию все таки хорош подбадриваю себя да не очень классно залетел конечно тут долой нитро тут надо что-то придумать такое вот так сделаю чтобы побольше нитро а взять максимально то это и машинка нитро вообще не держит давай ка два круга не не хочет не хочет конкретно 2 но тут можно сделать разворотики можно вот так попробовать спокойно и до финиш ну что ж легкая гоночка осталось нам сколько тестов сейчас посмотрю друзья моя не да вот когда перезагружался посмотрел три теста нам осталось наверное этот возьмем не знаю получится ли идеальные заезды тут смотрите в чем фиши не надо выигрывать гонку то есть если поехать назад а потом опять попробовать сделать идеальный заезд я учета такое попробую знаете вот жульничаем ножки под конец конечно пределах правил так говорится используем не будем никуда вода спокойно ускоряемся смотрите мне не надо выигрывать гонку мне надо занять два идеально заезда я спокойненько так интересно вот я не знаю там есть фича про это мне дадут идеалку или нет давай идеалку блин сколько прошло не дает я не знаю почему вот наконец бля так секундочку друзья мои начинаем жульничать падаем а не давайте так назад и поехали вот туда я надеюсь у меня получится эта фича имеет диск у нее вот теперь я беру и спокойно катаю давай идеалку дадут или нет я не знаю идем далее ха ха вот такое вот мини жульничество в этом то есть и друзья мои тест выполнил неважно какое место вы займете я показал вам как жульничать ха ха смотрите круто да вот мне в голову пришла эта идея иногда вот идеалки надо сделать можно назад поехать и опять проехаться по той же часть очень классная вещь вот это вот ради таких вещей сделает видос что подсказать как жульничать я так понял что надо сразу тройного начинать потому что когда максимально скорбь не набрали там есть предел если ты не набрала а не включать секундомер идеального заезда вроде что такое есть поэтому сразу набирайте максималку а потом убирайте метро и спокойно катайте если получится давайте назад не бойтесь по до дисквалификации там можно все равно если сделать два идеальных ним финишеры это самое главное я рисковал сильно но у меня получилось ну тут легкая гоночка давайте берем вот такая вот интересная фишка на пятьдесят шестом тесте вот я вот себя чувствую вот прям воодушевленно просто я что-то классное сделал и чем можно вот помочь игроку вот который вот примеру сделал одну идеалку и думать бля я чернул стену чё делать и тут давай сделаем по рубановски как назад катнем и заберем вторую но за как я сказал друзья мои обязательно надо набрать мама к скорости ли там какая-то скорость есть но может немножко ниже максимально которую надо набрать и после которой вот начинается расчет идеального заезда я так понимаю по крайней мере глазок взяли потом можно назад и разок возможно даже дисквалификация не помешает вам выиграть ну пройти задание вот это я не могу точно сказать но возможно и даже это главное тут сделать основное задание идеальные заезды все остальное неважно но постарайтесь конечно квалификацию не получать а у как говорится дабы запасная минута сделать еще один идеальный заезд что можно сделать как я вот к примеру сделал итак друзья последний тест и после и национальный момент для меня ну что ж что же нам но тут просто эпично я выбираем азарати я выбираем азарати засекречено этот тест намного легче учитель будда для меня этот раз и где я точно где-нибудь на косячу я четко знаю себя и знаю что это без вариантов конечно если я сейчас проиграю то буду жалеть о том что не поменял тест но я возьму сложненький тест и дух сложных так спокойно я не знаю эту машинку заносит или нет спокойно не тропясь катаем я сейчас не смогу много говорить потому что сосредоточен на гонке друзья мои так отлично я сделаю вот так своей любимой фичей тормозим пролетаем газуем не надо рисковать куда мы торопимся нам все равно надо приехать первыми и все вот и финиш друзья мои видите красивый элементом пошли можно сказать ну последний из тестов и предпоследний перед и вот так вот если так можно выразиться и готовимся главному боссу посмотрим во первых что за трасса опять венеция нет невада реверс интересно ладно друзья я готов поехали у меня прокачка 5 5 5 5 5 0 5 0 то есть мы не макс про будем проходить у нас на 8 кп ниже и тут надо скилловать я вот это впервые невада реверс но они выбрали американскую трассу как бы машинка американская с невады вроде как начинаем до начальные и помню и машинка оторвалась так первый поворот очень опасным него деревьях там можно ошибиться я очень хочу забрать машинку не в макс про именно а в 5050 я ха ха чё за слабо я мает вот ну просто так едем вот так не рискуем ну что ж начинайте меня поздравлять с прохождением индюра друзья мои ну просто никчемный вот три секунды блин то чё за я даже немножко разочарован я ждал так серьезно готовился вот так у друзья мои ну что ж как обычно на количестве очков я сейчас закончу сохранять я буду на телефончике у себя на основном устройстве вот друзья мои моё количество очков не осталось пару каток я говорю они не исправили тот бакс двойным очков первым начале это остается по сей день это лофт и почему мы удивляемся и так всем спасибо друзья мои я вот с идеальными заездами maserati на пару безупречного вы сами видели сложные тесты старайтесь избегать я желаю всем затащить и хочу сказать что я обязательно сделаю обзор на машинку в сетевом прокачи думаю в ранге 1600 потому что если я сейчас сделаю маленький откаты мне будет 5050 про прокачка остальное я буду как бы для вас сделать видео и посмотрим что получится друзья мои вот так вот и я надеюсь машинка будет годный 10 я думаю она будет относительно годный да она элитная что поделать возможно она новый флагман тоже не могу исключать класса частично но посмотрим с вами был рубин всем спасибо ждите новых видео очередной индиора пройдена я очень рад в общем этому всем спасибо и пока